здравствуйте вы смотрите программу диалоги сегодня мы поговорим о футболе казалось бы зима в самом разгаре и речь может быть актуальной только зимних видах спорта но говоря о любительском футболе в самаре эта тема по-прежнему остается актуальной в роли эксперт у нас сегодня денис потапкин главный тренер любительского футболного клуба теленет приветствую здравствуйте вот если говорить о любительском футболе у неискушенного зрителя может создаться впечатление что это вот просто играют не дети а взрослые ребята во дворе но на самом деле все гораздо интереснее и серьезного уровень любительского футбола в самаре вот что называется взгляд изнутри денис ну сегодня здесь да здесь надо отметить в начале разговора о том что любительский футбол он состоит из больших таких возрастных групп начиная детского футбола весь детский футбол считается любительским на самом деле потом это взрослые команды которые вот наверно ядрой сердце любительского футбола есть еще ветеранский футбола тоже считается любительским и у нас в городе в области все эти соревнования по вот этим возрастным группам присутствуют. И на самом деле достаточно сильно развиты. Не только, наверное, у нас в области, в городе, это вообще по России можно отметить. Но мы, как регион, совсем с этим не отстаем. Одна большая, наверное, такая, скажем, проблема любительского футбола в том, что он очень сильно коммерциализирован на сегодняшний день. То есть, если человек захочет с улицы просто в него попасть, ему надо приходить либо в существующую команду, которая уже организована каким-то образом. И все команды на самом деле находятся на самообеспечении. То есть, у них либо есть спонсорские контракты, которые помогают им выживать прежде всего за счет того, что нужно арендовать поле, где нужно тренироваться. В том числе улик, в которых играют и представлены эти команды, нужно платить за матчи. И команды, собственно, либо самостоятельно это делают, либо находят какие-то организации, которые им помогают. И надо отметить, что вот огромное спасибо всем этим организациям, что они являются сейчас таким двигателем прогресса, определенного в развитии любой любительской команды. Причем есть те, кто развивает и детские команды, есть, кто развивает взрослые команды, есть, кто развивает ветеранские команды. Это абсолютно энтузиасты. То есть, это чистый энтузиазм, заработать на этом просто невозможно. Это вот такая вот общественная инициатива, так скажем, бизнеса. И в частности, вот нам помогает компания Телинет. Телинет, уже 10 лет, за счет, собственно говоря, них развивается вот такой большой, я считаю, нашу команду большой организм такой. Мы поговорим о команде чуть позже, потому что эта команда таки заняла первые места вот в лигах. Вот о лигах хотелось бы поговорить, об организациях. То бишь, если команда создается, то есть в эту лигу войти достаточно сложно, должен пройти какой-то этап, прежде чем они начнут играть уже с другими командами. Есть несколько лиг у нас в городе. Все, в общем-то, они приблизительно равны по силам. Ну, я имею в виду в среднем. Есть лига, которая, ну, так скажем, конкурирует. Даже не одна, наверное, две лиги конкурируют между собой. Одна называется любительская футбольная лига, другая регулярная футбольная лига. И они приблизительно равны по силам. Там чуть представлены разные команды. И в той, в другой мы играем. И поэтому, так как бы изнутри знаем ситуацию, там есть градация по уровню, так скажем, команд. И это спортивный принцип, который, в общем-то, везде присутствует в любом чемпионате по футболу. Есть низший уровень лиг, есть высший уровень лиг. Ну, и, соответственно, команда, которая приходит в лигу, она начинает свой путь с самых низов, так скажем, для того, чтобы и это развиваться помогает. И самой команде это в плюс. Ну, и лиги, в общем-то, в плюс, потому что приходящие команды совсем с неизвестными футболистами и с не очень высоким уровнем, конечно, это будет неинтересно другим соперникам. И лиги, прежде всего, привлекают к себе внимание, в том числе и футболистов, и команды, это уровнем. То есть, если лига соответствует уровню команды, то тогда туда интересно заявляться. Но здесь надо отметить, какую черту любой лиги, и, опять же-таки, на коммерческую сторону немножко перейду, чем выше уровень, тем больше расходов на команду. Так, как правило, бывает. Ну, вот если мы говорим об уровне, если мы говорим о командах, и ты сам уже сказал о том, ну, мы уже давно играем, как давно вы играете, и с чего начинался ваш уровень? Или вы сразу же такие мастера? Кто был первым в составе? Остался ли из этого состава до сих пор кто-нибудь? И как возник футбольный клуб Телинет? Немного еще скажу. Вот про лиги не успел досказать, что есть коммерческие лиги, но есть у нас и федерация, которая развивает тоже футбол. У нас в регионе и в городе. Там коммерческая составляющая может быть немного меньше, но уровень обеспечения, то есть федерация не обладает там достаточным набором вот этих параметров. К хорошим люди очень быстро привыкают. Все хотят играть на хороших полях, все хотят теплые раздевалки, особенно зимой, да, либо хорошие условия с душем. То есть вот, возможно, федерации этого не хватает, и она чуть здесь проигрывает. Многие команды уходят в коммерческие лиги из-за этого. То есть почему есть коммерческая составляющая? Потому что есть определенные условия, за которые приходится платить. Если говорить о нашей команде, то мы начинали еще в те времена, когда лиги, так скажем, только появлялись. И мы участвовали вообще во всех лигах абсолютно, и в том числе играли под эгидой федерации, там тоже завоевывали призы и награды. Так скажем, мы сейчас играем в той нише, которая нам с точки зрения конкуренции интересна, и с точки зрения развития. У нас очень сильная команда, я сейчас, ну, как бы, не бахвальство, не пустые слова. Это вот наши результаты об этом говорят. И заявляться в лиге, которые, ну, будут проходными, это будет не сильно правильно и неинтересно и с точки зрения нашего состава, и с точки зрения, как бы, самой лиги. Я могу сказать, что вот в регулярную лигу, в которой мы заявились, нас сразу взяли, в общем-то, в самый высший дивизион. Ну, просто там по именам было видно. Если бы мы начинали с низов, это было бы не сильно правильно. И мы бы там, наверное, тоже командам как-то помешали бы развиваться со своим уровнем. Поэтому мы здесь сразу с высшей лиги начинали. Преемственность поколений, про которые будем говорить, здесь это очень важная составляющая. Конечно, у нас есть люди, которые с самого первого дня образования команды в этой команде, есть люди, которые покинули команду. И это нормальный процесс. К этому надо относиться спокойно, потому что это развитие, это, повторюсь, живой организм, кто-то по каким-то причинам личным, например, перестал проявлять интерес к футболу. Кто-то просто сказал, что уровень его изменился, он бы не хотел на этом уровне играть. Но большое количество ребят, которые играли 10 лет назад, они до сих пор с нами. И, в общем-то, в нашей команде, мы любительский, в общем-то, уровень, поэтому у нас нет такого, что кого-то там отчислили, или, не знаю, применили какие-то санкции. То есть люди в основной своей массе взрослые уже, они сами понимают и сами принимают решения. И для нас очень важно это моральное состояние всех футболистов, поэтому у нас больше, наверное, даже команда друзей. Ну, так вот повезло, что ли, нам так вот сложилось, что еще отбор идет не только по спортивному принципу, но и по принципу того, что подходят ли люди друг к другу. И вот сейчас текущий состав, да и вообще состав на протяжении всего времени, когда команда существовала, это прежде всего единомышленники. То есть были сильные игроки, которые были в нашей команде, но по каким-то причинам не стали единомышленниками, и покинули коллектив. Они продолжают играть, и в каких-то матчах мы с ними пересекаемся, у нас остались дружеские отношения, но тем не менее, вот это для нас тоже очень важно. Упомянули о том, что команда сильна, и это видно по результатам. Вот если говорить о результатах, подведя итоги, потому что мы только шагнули в 2024 турниры, чемпионаты, соревнования 2023 года, в которых вы принимали участие, и достигли этого результата. Вот об этом несколько слов. 2023 год для нас получился практически успешным, так скажем. У нас только одна высшая награда нам не далась, причем мы считали, что кубковая игра была в одной из лиг. Мы считали, что мы возьмем очень легко этот турнир, и, может быть, чуть-чуть меньше внимания ему уделяли, причем мы его выигрывали до этого. Если бы мы взяли еще вот этот вот в одной лиге кубок, взяли там второе место, или третье, по-моему, третье, да, в полфинале мы проиграли. Вот. И это единственная награда, которая нам помешала сказать о том, что весь сезон был для нас золотой. Но мы считаем его мегауспешным. Почему? Потому что мы взяли высшие награды, во-первых, регулярной лиги, в которой мы дебютировали, и у нас была такая задача. Мы хотели попробовать взять все. До нас этого никто не делал, и это было интересно. То есть это еще был и азарт, который всех подстегивал абсолютно, всех объединял. Очень серьезно к этому относились. И можно сказать, все задачи, которые мы перед собой ставили на 23-й год, мы их все выполнили. В 24-й год мы входим, во-первых, попробовать повторить этот же успех. Говорят, что остаться чемпионом всегда сложнее, чем стать им. Вот это для нас сейчас проверка, потому что в каких-то лигах мы из года в год забираем все свое, а в каких-то лигах мы можем оступиться. И сейчас вот ту лигу, которую мы считаем для нас премиальной, так скажем, преимущество мы ей отдаем, мы хотим продолжать развивать те успехи, которые у нас уже были. Плюс нам повезло вот в том плане, что эта лига еще проводит всероссийский турнир большой. И мы сейчас стремимся, так скажем, пока на этапе сейчас организации это все. Ну, понятно, что может что-то там не получится, но тем не менее план выйти вот на этот всероссийский уровень в 24-м году команды Телинет и попробовать свои силы уже с футболистами из других городов. Мы, по крайней мере, себе такую задачу ставим и чувствуем, что можем, силы у нас есть. Ну вот говоря о том, что да, всероссийский уровень. Здесь, когда вот были вот эти турниры, были эти соревнования, неужели вы не чувствовали конкуренцию других команд, которые приезжали вместе с вами побороться с других регионов в том числе? Было это такое? Либо вот вы, что называется... Мы не играли с ребятами из других регионов. Ну, я имею в виду, вот прямо, чтобы это была официальная команда из какого-то другого города. И пока мы до такого уровня не доходили, мы хотим это сейчас вот увидеть, как значит он. Если говорить о конкуренции внутри города, команд очень много сильных. Вот футболистов, которые могли составить конкуренцию, нам очень-очень много. Если бы их тоже организовать, так скажем, многие команды существуют на самоорганизации. Вот это реально какое-то волшебство, когда вот ребята, может быть, там много лет занимались вместе или играли где-то вместе, они превращаются в команду и в какое-то время существуют, как очень сильный организм, потому что футбол – это командная игра. И один человек не всегда там решает. На каком-то уровне может решить один мастер, который может делать результат. Но основная масса команд, которые достигают большого успеха – это прежде всего организация. Это вот именно что команда с большой буквы. И таких команд немного, но для нас они огромные, большие конкуренты. И можно сказать, что некоторые из них – наши огромные, большие друзья, потому что мы там с незапамятных времен с ними играем. И прошли тоже долгий путь. Это очень интересно, что появляются новые команды. Единственный минус, что их очень и очень мало. Конечно, конкуренция, которая была, допустим, лет 10-15 назад, сейчас она намного меньше. И это не дает понижению ранга тех призов, которые мы там наград завоевываем. Потому что для того, чтобы их завоевать, у тебя всегда есть прежде всего в соперниках сам ты. Потому что тебе надо прежде всего себя обыграть всегда. Всегда надо победить себя. Надо прийти, надо тренироваться, надо быть в форме. Надо эту форму никаким образом не потерять. И нужна организация для того, чтобы это все происходило в должной мере. И плюс соперников, вот я могу сказать, что команд 10 в городе есть такого же уровня, как и мы. И мы с ними конкурируем практически во всех лигах. А вот если мы говорим о любительский футбол, то, может, сложить впечатление, играют любители. Но ведь справедливости ради все-таки, наверное, стоит сказать, что в составе команд есть и бывшие профессионалы. Так ли это на самом деле? Очень много. Очень много бывших, так скажем, футболистов. Причем в основной своей массе это ребята уже в возрасте. То есть те, кто, ну, во-первых, те, кто сейчас играет, ну, кто более молодой, он играет. Поэтому он сейчас пока и не представлен в этих лигах. А те, кто закончил, и, ну, так получается, что сейчас конкуренция в профессиональном футболе, наверное, достаточно высокая. Можно порассуждать, почему это происходит. Но, тем не менее, в Самаре не так много сейчас ребят, которые приходят из профессионального футбола обратно и вообще туда попадают из самарских школ в профессиональный футбол. Многие из них там остаются в тех городах, где они играли, то есть сюда они возвращаются. Раньше этот поток был как-то более, так скажем, стабилен, что ли. И очень много ребят возвращалось, которые попробовали себя на профессиональном уровне. Но если мы говорим про команды, вот, наш уровень, у нас очень много ребят, у нас в составе, кто поиграл на профессиональном уровне, очень много молодых даже есть. Вот у нас Алексей Федоров, воротарь Крыльца Этов совсем недавно. Вот он закончил, вот, наш основной воротарь, так скажем. Но есть ребята, опять же таки, которые никогда в профессиональном футболе себя не проявляли, не пробовали и были абсолютными любителями всегда. И их уровень не намного ниже профессионалов. То есть у них просто не получилось каким-то причинам. Хотя в реальности они, может быть, и как профессионалы себя бы зарекомендовали. Но на любительском уровне они очень сильные. И у нас есть вот там Валера Ковалев, второй наш воротарь. Допустим, он профессионально нигде не играл, но он смотрится не хуже профессиональных воротарей. И здесь же еще какой момент, какая особенность. Мы говорим про мини-футбол. Это футбол 5 на 5. Да, 4 в поле, 1 на воротах. И любителю здесь проявить себя проще, чем на большом поле. То есть тот человек, который играет на мини-площадках, очень здорово. Не факт, что он заиграет большой футбол, это совсем вообще другое. И здесь многие любительские команды не уступают профессионалам совершенно. Вот если мы проговорили о том, что большой профессиональный футбол, любительский футбол, то в профессиональном футболе огромное значение имеет судейство. Вот какая-то ошибка. И вот уже как-то там перелом матча и так далее, и так далее. Здесь как у вас? Кто судейскую коллегу говорит? Как это? Судьи – это всегда боль футболиста. Вот. И боль любой организации, связанной с футболом. Так сложилось, что футбол, наверное, один из немногих видов спорта, в которых судья всегда виноват. Вот. И это такая вот уже, не знаю, как ее назвать, отличительная черта футбола. Есть специальные организации у нас в городе, у нас в области, которые занимаются воспитанием арбитров. У нас есть очень хорошие арбитры. У нас есть арбитры, которые судили на профессиональном, до сих пор судят на профессиональном уровне. Они возвращаются в любительский футбол, судят здесь. Но большая проблема, что их немного. Быть судьей не сильно престижно. Я лично вот всегда говорю о том, что если бы поменять вот этот ореол, не знаю, того, что вот судья вот всегда виноват, на то, что судья всегда прав. Вне зависимости, ошибается он или не ошибается. Потому что, во-первых, людям свойственно ошибаться раз. Во-вторых, судья, прежде всего, участник соревнований, участник процесса, участник матча. И футбол мы любим в том числе за то, что там есть арбитры. Если бы судили компьютеры, это был бы абсолютно неинтересный процесс. А это все-таки как театр такой большой. То есть все участники, это все нужно. Надо сказать, что уровень судейства в Самаре очень неплохой. То есть он и не выдающийся какой-то, но и я могу сказать, что есть регионы, когда вот я еще там ездил куда-то, там играл, намного все хуже и менее, так скажем, организованно, чем у нас. В Самаре все-таки с этим более-менее нормально. И лиги, кстати, продвигают тоже определенный уровень для своих арбитров. Многих там штрафуют, многих там наказывают за какие-то неправильные действия. У них есть КДК. То есть организация в этом плане тоже очень хорошая. Вот получается, ты сам игрок и сам тренер. А вообще команды и кто-то тренирует, либо они сами все это в своем процессе делают? Как правило, те, кто играет на очень хорошем уровне, как есть у футболиста такая присказка, тренируются слабые. Сильным зачем тренироваться? И в основной своей массе те, кто, так скажем, сейчас в хорошей форме, они просто очень много играют, и им тренироваться не обязательно. То есть количество игр, которых у них есть, оно зашкаливает даже с тем количеством тренировок, которые могли бы у них быть. Это о своей команде в том числе? Есть такие игроки у нас, да, которым не надо тренироваться, им даже хуже будет, если тренироваться. То есть не надо забивать. Опять же, у многих футболистов этот уровень формы, он временный. И надо начинать набирать эту форму, если ты ее потерял. А если она у тебя есть, ее надо не потерять любым способом. Поэтому каждый, это же взрослые люди, взрослые спортсмены, каждый сам понимает, как ему эту форму поддерживать. Что ему нужно делать для того, чтобы не проиграть конкуренцию? У нас же тоже людей-то много, футболистов-то много, и в состав попасть для этого нужно какую-то выигрывать конкуренцию своих, не знаю, товарищей, которые рядом. И нужно быть лучше. Поэтому тренировочный процесс у нас есть, он организован, но организован в соответствии с той формой, которая есть у каждого спортсмена в отдельности. Про другие команды сказать не могу. Есть команды, которые просто собираются ради того, чтобы поиграть, и это для них и тренировка игра. Есть ребята, которые параллельно, например, условно, у нас тоже есть ребята такие, которые учатся, например, в каких-то высших учебных заведениях. И там есть сборные команды, там есть тренировочный процесс, и они там тренируются, допустим. И грузить их еще дополнительно на тренировку вообще нет никакого смысла. Поэтому в любительском футболе это уровень, опять же таки, самоорганизации. Надо тренироваться, идешь тренируешься. Не надо ты тренироваться, чувствуешься сильно. Пожалуйста, выходи на поле, доказывай, что ты сильный. Но не докажешь, значит, не будешь играть. Я не случайно задал этот вопрос, потому что в начале программы мы сказали о том, что зима – это не остановка для любительского футбола. Если мы говорим не только о тренировках, то зимой вообще что-либо происходит, какие-то соревнования локализованные или как? Сейчас круглогодично идут соревнования по футболу. И принимать им участие. И мы принимаем участие и летом, и зимой, и осенью, и весной. То есть это прямо цикл такой большой, огромный. Причем соревнования сейчас просто даже самими лигами и федерацией делятся на летние и зимние. Ну так вот как бы сложилось. Ну это и раньше так было, но сейчас прям это объективно необходимо, потому что чуть разные уровни этих соревнований, чуть разные формы у игроков в это время. И зимой сейчас большое подспорье, так скажем, для спортсменов – это закрытые площадки, это манежи. То есть там тепло, там нет снега, там не скользко. Если раньше мы там 10 лет назад играли, у нас зимний футбол – это был и летний футбол. Вообще два разных вида спорта. То есть там как некоторые игры мы проводили, просто можно клюшки было брать и бегать с мячом и с клюшкой. Сейчас это круглогодичная история и практически не отличающаяся по уровню, я имею в виду, именно там состояние поля и климатическим условиям. Все-таки минус 30 играть и в плюс 30 чуть разное. Раньше было сейчас, да, разница есть. Сейчас этой разницы, конечно, нет. Но ведь любительский футбол, он тоже зрелищный. Я к чему это говорю? То есть приглашаете ли вы болельщиков на свои матчи, приходят ли они, поддерживают ли вас? Очень зрелищный. Я могу сказать, что и к нам болельщики приходят, и к нашим соперникам приходят. И вообще вот эта традиция поддерживать команду, она в любительском футболе сохраняется наряду с профессиональным. Может быть, даже сильнее, потому что приходят болеть за своих вообще просто. Это твои ребята. То есть приходят родные, сотрудники, кто работает в этой организации. Очень много компаний, которые тоже там спонсируют команды в лигах, в которых мы принимаем участие. И особенно, если это финальные какие-то, там целые торсиды приходят с флагами, с кричалками. Надо сказать, что в лигах мы вот, слава богу, пока в это не попадали, надеюсь, не попадем. Но доходило и до драк между болельщиками, и до каких-то серьезных, так скажем, беспорядков. Иногда даже там присутствует охрана на некоторых матчах. Я, опять же, сам не видел. Но в трансляциях об этом, ну, как бы говорили о том, что вот у нас сейчас здесь охрана, мы там порядок организовываем. Это очень необходимая вещь, потому что футбол, это прежде всего, конечно, понятно и для зрителей, и не только для футболистов, но и для зрителей. Что не хватает, в том числе и лигам, там, может быть, это будет каким-то шагом для развития, очень мало мест, где могли бы разместиться болельщики. Скорее всего, народу бы ходило больше. Но так как в Манеже и Манеж Принц предназначены просто для проведения матча, они набиваются. Это очень неудобно. Смотреть в каких-то мест неудобно. И это всегда, вот, если очень много народу еще и там, дышать как становится по-другому, то есть, ну, ограниченное пространство, если бы была возможность, я понимаю, что это коммерческая тоже составляющая, сделать трибуны на всех этих стадионах, ну, это был бы вообще просто шаг. Ну, возможно, что что-то изменится в этом новом году. Да, кто-то увидит, и сейчас скажет, надо делать трибуны. Надо делать трибуны. Завершим на позитивной ноте. Мы уже сказали, что вот 2024 для вас одна из задач, это всероссийский уровень. Может быть, что-то добавить к этому о команде, то есть, о футболе, потому что мы уже завершаем и близимся к каналу. Я хочу сказать, что футбол – это народная для нас, для нашей страны игра, вне зависимости, не хочу обидеть другие виды спорта, вне зависимости, он самый массовый. И хочу, чтобы он таковым оставался, потому что даже на любительском уровне видно, что к нему особое отношение, что ребята, которые заканчивают с футболом, не могут с ним просто расстаться и приходят играть. Когда-то они там где-то на профессиональном уровне играли с очень большими игроками, с очень там большими именами футбольными. Сюда приходят вроде бы ноунеймы вокруг, тем не менее, все это интересно. Я думаю, что этот вид спорта объединяет наше общество, глядя на то, как он развивается, как у нас появляется большое количество манежей, стадионов в меньшей степени, ну, хотя бы манежей. Может быть, мы и к стадиону приблизимся. Радуемся за то, что все это живет. И любите спорт. Спортом нужно обязательно заниматься. Это помогает и для здоровья, ну, и от нашей такой тяжелой, наверное, в какой-то мере, и повседневной жизни отвлекает. Поэтому и команде я желаю развития, и думаю, что она у него будет, и спорту желаю развития, ну, и в целом всему спорту в нашем регионе тоже. Спасибо большое, дорогие друзья. Это была программа «Диалога». Вместе с нами был Денис Потапкин, главный тренер любительского футбольного клуба Телинет. Занимайтесь спортом, любите себя, всего доброго и до встречи.